Илья Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Злокачественные наобразования в организме человека могут иметь практически любую локацию. Эндокринная система не исключение. И вот с какими эндокринными злокачественными новообразованиями может столкнуться врач-эндокринолог? Чаще всего врач-эндокринолог сталкивается с дифференцированными формами рака щитовидной железы в рамках узловой патологии. В структуре злокачественных новообразований рак щитовидной железы занимает приблизительно 2%. Это, наверное, среди эндокринных органов самый частый вид дифференцированных раков. Все остальные раки эндокринных органов крайне редки. И особенностью этих раков является то, что большинство из них имеет гормональную активность. И гормональная активность резко выделяет эти виды рака по сравнению с другими злокачественными новообразованиями. Сегодняшняя тема по такому редкому заболеванию, как рак оклощитовидных желез, оставляет настолько неизгладимое впечатление у врача-эндокринолога, который впервые с этим столкнулся, что после таких случаев эндокринолог совершенно точно будет знать и понимать это заболевание. Какое распространение рака оклощитовидных желез имеет в нашей стране и у взрослых, и у детей? Как уже сказал, рак оклощитовидных желез – это крайне редкое заболевание. Если говорить о структуре рака оклощитовидных желез среди всех злокачественных новообразований, то его доля очень невелика. Составляет приблизительно 0,005%. Если говорить о проценте среди первичного гиперпаратериоза, то рак оклощитовидных желез встречается приблизительно в 1% случаях среди всех форм гиперпаратериоза. Наиболее это и у нас, и во всем мире, за исключением двух стран, с необъяснимым почему-то повышенным уровнем этого заболевания – это Италия и Япония, где процент этого рака достигает до 5%. Интересно в том, что при изучении этой патологии выявлялись какие-то эпизоды в некоторых странах необъяснимого повышения этой патологии в разы. Так, один из эпизодов с 1988 по 2003 год был зафиксирован в США, с 2000 по 2010 год в Австралии и с 2000 по 2013 год в Финляндии. К какому-то разумному объяснению пока не найдено, ввиду редкости этого заболевания и продолжения его изучения. Может быть, какая-то теория есть на этот счет? Ну, это все-таки только предположения. Среди взрослых и детей есть некоторое различие. Если у взрослых наиболее часто встречаются спорадические формы заболевания. Что касается детей, то распространенность рака еще меньше, чем у взрослых. Это такая редкость. И, конечно же, на первом плане это генетически детерминированные заболевания. А в чем особенность такого вида рака? Какова его природа? Определены ли факторы риска, может быть, или насколько предсказуемо клиническое течение заболевания? Особенность этого рака в том, что когда оно диагностируется, оно является ярким манифестирующим заболеванием, с очень выраженной клинической картиной. Но встречаются и низкодифференцированные формы, которые протекают практически бессимптомно. К счастью, доля такой бессимптомного течения составляет не более 2% среди всех раков оклошитоидных желез. И наиболее часто это, конечно, именно спорадическая распространенность болезни. Однако среди вот такой спорадичности встречаются генетические синдромы, при которых частота рака доходит до значительных процентов. Так, например, синдром гиперпаратитизма и опухоли челюсти или синдром изолированного гиперпаратириоза, вот при этих двух синдромах частота рака оклошитоидных железа достигает аж до 15%. И встречается, конечно, рак и при таких известных, но, наверное, более широко известных аудитории синдромов генетических. Это синдром множественных эндокринных неоплазий первого типа и синдром множественных эндокринных неоплазий второго А типа, синдром Сипла. Однако при этих более часто встречаемых заболеваниях по сравнению с тем же синдромом гиперпаратитизма и опухоли челюсти частота рака невысока. Генетическая основа этого заболевания, она подтверждается и при семейных формах, так и при спорадических. И две трети обычно это зародышевые мутации и одна треть это приобретенные спорадические мутации. Наиболее изученным являются мутации гена CDC73, который как раз и ассоциирован с синдромом гиперпаратитизма и опухоли челюсти. И здесь происходит блокирование выработка такого белка, как парафибромин, который и является белком-супрессором, отвечающий за профилактику опухолевой трансформации клеток. А рак возникает в единственной железе или имеет тенденцию к максимальному поражению? Наиболее часто это поражение именно одной железы. Встретить два рака около четырех желез в одном организме – это козуистическая редкость. Но, тем не менее, описаны случаи, когда идет последовательное развитие рака около четырех желез при семейных формах. Одна с хирургическим удалением, а затем последующая. Поэтому такие пациенты, конечно, требуют постоянного наблюдения. Какова клиническая картина при таком раке и насколько сегодня сложна диагностика этих заболеваний? Клиническая картина очень яркая, очень манифестирующая. И она представляет собой такой ярко выраженный синдром гиперпаратериидизма, такой симптомокомплекс, обусловленный патологической повышенной выработкой парадгормона измененными около четырех железами, сопровождающей высокой гиперкальцемией и поражением органов в мишени. Наиболее характерно для рака около четырех железа – это триадосимптомы. Это резко повышенный уровень парадгормона. Как правило, более 500 пикограмм на миллилитр. И доктор, который увидит такой высокий парадгормона – это один из тех моментов, когда нужно заподозрить рак около четырех желез. Второй момент – это резко повышенный уровень кальция. При этом уровень кальция достигает до таких величин – 3,5-4 ммол на литр, вплоть до развития такого грозного осложнения, как гиперкальцемический криз, который, в свою очередь, требует во многих случаях именно кратчайшей подготовки в условиях реанимационного отделения и срочной операции в течение суток. Потому что это угрожающее для жизни состояние. Мы уже поговорили о синдроме, это сложное слово, попробую его выговорить – гиперпаратериодизм. Какие заболевания нужно исключить при дифференциальной диагностике? Прежде всего, рак около четырех железы нужно вычленить в структуре гиперпаратериоза. При всей похожести на течение гиперпаратериоза, обусловленной доброкачественной патологией аденомы около четырех железы, вот именно яркость клинических проявлений, тяжелые нарушения со стороны органов мишеней дают возможность заподозрить рак около четырех железы. И это очень важное обстоятельство, потому что оно меняет стратегию поведения как терапевта-эндокринолога, так и хирурга. Из поражений органов мишеней мы, как правило, ярко видим поражение именно патологии почек. Это рецидивирующая мочекаменная болезнь с частыми почечными коликами, с осложненным течением и поражение костного скелета, как правило, это выраженность опороз, это патологические переломы, ложные суставы и так далее. А какое лечение получают пациенты? В чем особенности хирургического лечения? И что такое удаление единым блоком? Основным методом лечения рака около четырех желез является хирургический. Причем он является и первым, и второй ступенью, если возникает рецидив заболевания. Заподозрив рак около четырех железы на догоспитальном этапе, мы должны его подтвердить или увидеть в операционной ране. Как правило, рак представлен малоподвижной, труднодифференцированной от окружающих органов опухолью с местными признаками распространения. И вот тут, увидев эту ситуацию, хирург должен переориентироваться именно на радикализующую хирургическую тактику, которая заключается в удалении как самой опухоли, так и контактирующей с ней ткани. Как правило, единый блок – это сама опухоль около щитовидной железы, это прилежащая доля щитовидной железы и прилежащая паратрахеальная клетчатка. Сама стратегия хирургического вмешательства требует настолько деликатного обращения, так как травматизация этой опухоли приводит к диссиминации заболеваний. Ну и, конечно, если хирург видит распространение процесса в региональные лимфатические узлы, то операция дополняется удалением прилежащей паратрахеальной клетчатки. А применяется ли медикаментозная терапия? Отличие рака около щитовидной железы в том, что для других методов, для других злокачественных опухолей есть такие всем известные методы – это лучевая терапия, химиотерапия. Так вот, для рака около щитовидной железы это не работает. Облучение не способно остановить рост опухоли, не способно прекратить ее гормональную активность. Химиотерапевтическое лечение также малоэффективно. Так вот, при диссиминированном процессе, как правило, прежде всего мы боремся не с самой распространенностью опухоли, а с той патологической гиперкальцемией, которая и является угрожающим для пациента, и является основной причиной смертности при этой заболевании. И препаратами первой линии являются такие препараты, как цинокальцет, обычно вместе с бисфосфонатами или деносумабом, который позволяет справиться с этой патологической гиперкальцемией. Но медицина не стоит на месте, и на сегодняшний день в экспериментальном виде используются препараты таргетного свойства. Это мультикиназные ингибиторы. Такие препараты, как вандетани, показали положительную эффективность при лечении этой тяжелой патологии. Какой прогноз при раке около щитовидных желез? Лучший прогноз – это когда мы заподозрили опухоль на дооперационном этапе и выполнили радикализующую хирургию. Вот здесь эффективность, 50-летняя выживаемость по разным статистическим данным достигает 49-91%. Плохая эффективность или плохой прогноз, как правило, обусловлен изначально распространенным заболеванием, наличие отдаленных метастазов и нерадикализующей операцией, которая заключается в удалении всего лишь опухолей. Эти пациенты требуют динамического наблюдения и решения вопроса о дальнейшей тактике. Поэтому очень важно, получив позитивный результат, догадаться до операции и выполнить радикализующую хирургию. Илья Викторович, спасибо вам большое. Ранняя диагностика наша. Будем надеяться на то, что у нас как можно чаще будет такая возможность диагностировать как можно раньше. Спасибо вам большое.